Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и если вы не видели мое предыдущее видео, то сейчас в Steam можно приобретать себе наборы по довольно-таки выгодной цене. Есть возможность забрать халяву в Steam. Ребят, если вы это видео не смотрели, вот здесь наверху вот она. Ссылочка на видео, в котором вы можете узнать по поводу того, что в Steam происходит и как получить то, что там находится сейчас. Ну а мы сейчас с вами будем делать короткий обзорчик на DV2, который в Steam можно купить всего за 1 доллар. Хорошо это или плохо, дорого или недорого, сейчас будем разбираться. Для начала хочется сразу обозначить, что машину можно продать за золото, всего лишь за 100 золотых монет. Таким образом получается, что если вы за доллар данную машину приобретаете себе в Steam, для того, чтобы получить золото это невыгодно. Да, пускай ты еще получаешь свободный слот в ангаре, который стоит 250 голды. Но таким образом получается, что ты за доллар покупаешь всего 350 золота, из которых 100 золота реальных и 250 золота типа сэкономленных. Знаете, сэкономленный миллион, заработанный миллион. Но здесь как бы миллионом и не пахнет. Ну и DV2 чем пахнет, сейчас будем обсуждать. Если вы за честные обзоры, подписывайтесь на канал, буду вам благодарен. Ставьте лайки и пишите комментарии, свое мнение по поводу DV2 и других машин. Итак, DV2 одна из четырех машин тяжелого типа на четвертом уровне. На четвертом уровне, как все мы знаем, есть всего четыре машинки. DV2, PZ-B2, тоже коллекционка, тоже Германия. Проходная Матильда и B1 француз проходной. Что собой машина представляет по броне? Я имею ввиду DV2. DV2 по броне собой практически ничего не представляет. Да, он вроде бы такой вот весь оранжевый. И вроде бы у него передний бронелист. Именно передний, не нижний, не верхний, а именно передний бронелист. Есть там какая-то броня. Но, ребят, пробивают сюда все. Одноклассники прошивают. Ну а про товарищей, которые выше левелом и разговор вести-то смысла нет. Что касается других машин на четвертом уровне, там бодрее. Вот вам, пожалуйста, B2 коллекционка, которая уже существенно интереснее по броне. Есть приведенная броня в башне. Да, есть вот эта кепка. Но все же, да, ребят, в целом, если в целом смотреть, машина более бронирована. Она даже по бортам более бронирована. Тут броня 64, с учетом того, что у DV2 здесь 53. Ну, короче говоря, здесь, в принципе, все понятно. Идем дальше, там страшнее, как говорится. Чем дальше в лес, тем жирнее партизаны. Проходной француз B1 еще более бронированный, чем две коллекционки. И наша любимая Матильда, ну, получается вообще неприступная скала. Особенно с учетом уровня бронирования ее башни. Когда ты на своем уровне находишься, ну, тебе просто равных нет, отыгрывая именно от головы, а не от ног. Короче говоря, ребят, машина вот эта вот является самой бронированной на уровне. Я имею в виду из тяжелых танков. Ну, с учетом того, что DV2 вообще тогда получается по большому счету средний танк. Вот, да, если смотреть на него именно через призму бронирования. Еще и с крайне унылой подвижностью. Но к этому вернемся чуть позже. Сравнивая данные машины по заявленным ТТХ, стоит отметить, что та же самая проходная Матильда имеет практически в два раза выше заявленный ДПМ, чем у коллекционного DV2. То же самое касается B1, но не в два раза, но все равно, согласитесь, существенно выше. И вообще, если говорить о ДПМе, то здесь ДПМ просто на уровне Плинтуса, сравнивая с другими транспортными средствами на левеле. Альфа 160. Вроде бы типа круто, больше, чем у других в два раза. Но толку от этого, если ты перезаряжаешься целых 11 секунд, тогда, когда твои товарищи-собратья перезаряжаются по 3, ну, пускай 4,5 секунды. Это, ребят, без улучшения. А можно-то еще улучшить. Короче говоря, получается такая Петруха, что воевать на данной машине крайне-крайне сложно во всех отношениях. Это мы сейчас будем заценивать с вами непосредственно в боях. Процента доходности вообще, как бы, как такового нет. В-2 имеет 120% доходности. Но о какой доходности на четвертом левеле мы можем с вами говорить на коллекционных машинах. А что касается процента побед, так здесь вообще все уныло. Я не сильно доверяю там вот этим вот цифрам, но все же, если смотреть по процентной разнице, то получается, что в процентной разнице ДВ-2 просто вообще там ниже Плинтуса. 50% побед против 63 на В-2 и 58 победах на проходной Матильде. Короче говоря, вот так вот и получается, что благодаря всем вот этим заявленным характеристикам и реальным возможностям ДВ-2, вот этого вот красавца в бою, получается так, что всего 42 игрока играют на данной машине, я так понимаю, просто для того, чтобы вспомнить, либо просто ради интереса выкатить. Ну, не знаю там, какие цели они преследуют. Я, честно говоря, вот этого вот полубронированного тяжелого танчика покатал вчера несколько часиков, для того, чтобы понять, что это за машина, отчасти вспомнить, ну и, соответственно, не быть голословным сейчас. Что касается заявленных характеристиках по ТТХ вот здесь, ну, в целом ничего такого, все то же самое, что в той таблице, 873 ДПМ, 11 время перезарядки. Короче говоря, вот там в таблице по данной машине. В принципе, все совпадает. Есть нормальный пробой, плюс-минус, и средний урон в 160, все, чем можно похвастать. Углы склонения вниз, минус 8, они типа классные, но реально толку от них в бою маловато. Давайте закатимся с вами в бой и посмотрим, что данная машина может в реальном рандомном бою. Да, ребят, вот так тоже бывает. Честно говоря, если бы знал, что столько будет в бой забрасывать, я бы реально, не знаю, там, за покупками в магазин сбегал, что ли. Итак, давайте первое, что будем заценивать, это подвижность. Подвижность у данной машины крайне схудная, даже как для тяжелого танка. Я понимаю, что тяжелый танк, он не должен быть быстрым, но этот засранец, он вообще не едет. Просто он еле перекатывается. Когда там набирает свою максималку, ты еще хоть как-то можешь передвигаться. Но когда ты начинаешь с места двигаться, да еще и куда-нибудь под горку, ну, совсем тоска и унылая унылость. И это при том, ребят, что по всем ощущениям, эта машина как тяжелый танк не играется. Она все-таки играется как средний танк, вот по уровню бронированности, по тому, насколько легко соперники тебя пробивают. И при этом обладает подвижностью более унылой, чем у тяжей. Ну, капец, короче говоря. В этом отношении машине однозначный диз. Ничего хорошего, ничего интересного в этом направлении вы не найдете. Так, двоих наших уже слили. Я все пытаюсь как-то найти себя. Углы склонения в целом неплохие, но, как вы видите, они ни черта не помогают. То есть, если ты будешь отыгрывать типа от башни, там как-то пытаться, но ничего у тебя не выйдет, время перезарядки просто безбожное. Ну и, соответственно, вот тебе результат. Пробивают абсолютно везде, куда попало. Пробивают вот в этот вот передний бронелист, который хоть как-то там мерцал чем-то оранжевым. И, как вы видите, никто ничего не выцеливает. То есть, ДВ-2 просто пробивают, куда бог пошлет. Никто даже не будет пытаться прям играть в какого-то снайпера, находя какие-нибудь серые зоны. Вы, в принципе, в призму прицела будете светиться исключительно с серыми своими зонами. Там красных зон практически-то и нет. Ладненько, досматриваем бой и закатимся в следующую катку, потому что вот это вот 5-секундное с ожиданием в 3 с копейками минуты, ну, блин, это вообще уныние какое-то. Да, братцы, жесть жестокая, просто ужасно жестокая жесть. То, что происходит, это кошмар. 3 с чем-то минуты ждать для того, чтобы побыть в бою буквально пару секунд и при этом занять третье место в команде по урону. Короче, бред какой-то, реально. Давайте еще раз будем запрыгивать. Я надеюсь, что в этот раз закинет побыстрее, потому что еще 3,5 минуты ожидания я просто морально не переживу. Так, слава богу, в этот раз ждать настолько долго, как в прошлый раз не пришлось. Я скажу вам так. Многие напишут в комментариях по поводу того, что я там неправильно сыграл, неправильно что-то сделал. Другие напишут, скорее всего, по поводу того, что зачем я вообще оставил этот бой. Надо было его вырезать и снять просто заново. Но, ребят, политика моего канала подразумевает наличие честности абсолютной. Ну и, соответственно, я не собираюсь вырезать проигрышные бои, даже вот такие вот уныло-сливные, по одной простой причине, потому что в таком случае вы не будете видеть реальность. Вы будете видеть то, что я захочу вам показать. А реальность, она такая. На ДВ-2 вот такие бои, в которые ты заходишь и тебя выносят буквально за пару секунд боя, они тоже вас ожидают. И вы должны об этом знать перед тем, как тратить свои деньги на то, что потенциально может вас расстроить или не дать вам того, чего вы ожидаете. Так. Ну. Да, не получается на данной машине работать на дальних расстояниях, потому что разброс, он очень большой. Реально, вот цифры разброса прям безбожные. Время сведения тоже не радует абсолютно. Да и точностью орудия особой не обладает. То есть при полном сведении точность вам еще плюс-минус, не то чтобы гарантированно, но обещано. Но вот что касается выстрелов без полного сведения, здесь вас ничего хорошего не ждет. Я неоднократно наталкивался в боях на данной машине на том, что в бою реально... Ну вот, сейчас, видите, в целом бросил без полного сведения и, соответственно, ни к чему хорошему это не привело. Я до сих пор перезаряжаюсь. Слава богу, союзники поддержали, помогли. У нас там потихоньку базу захватывают. Я бы поехал, может быть, и базу бы сбил захват, понимая, что в этом есть необходимость. Но по большому счету я туда просто физически не доеду. Мне бы сейчас до Б1 как-то докатиться для того, чтобы урона ему какого-то кинуть. Я надеюсь, что кто-то из наших сейчас все-таки сможет, если не сбить захват, то хотя бы стать на базу. Так, ну слава богу, вроде бы с КДК руку убрали. Уже хорошо. Ну а теперь поехали. Просто на фарт будем отбрасывать по одной простой причине, потому что парень остался один. Понятное дело, что шансов у него противостоять всей команде просто никаких. Заслуги моей вот в том, что происходит, я бы сказал, практически нет. Но при этом всем я больше чем уверен, что свою среднюю позицию в команде по урону я умудрился занять. Ну, по крайней мере, у меня ощущения такие есть. Хотя бы исходя из того, что несколько результативных выстрелов я сделал. Ну и, соответственно, при моем уроне в 160 единиц, ну, типа вроде бы, очень классно должен был отыграть. Ну, теперь давайте посмотрим. Пожалуйста, вот, средний результат. Запрыгнем ради интереса еще в одну катку, потому что та первая за пару секунд вообще ни о чем. В этой катке команда противников слилась абсолютно полностью. Да, я не спорю, наши ребята отыграли неплохо, но все же. Опять та же самая карта, опять то же самое расположение танчика в начале боя. Не часто, ребят, такое встречается, чтобы балансер кидал тебя на одну и ту же карту, да еще и на один и тот же респ, еще и на одну и ту же точку, с которой ты начинаешь играть. Ладно, поехали еще раз. Попытаемся провернуть все то же самое. Не знаю, к чему это приведет, но надеюсь, что в данном бою что-нибудь хорошее получится сделать. Ехать на данной машине под горку – это сущий ад. Готовьтесь к этому, если вы собираетесь данную машину приобретать, чтобы катать ее. Вообще, в целом, за 1 доллар, я думаю, что данная машина заинтересует в первую очередь коллекционеров. Явно не тех ребят, которые захотят на данной машине часто и бодро выезжать для того, чтобы нагибать. Но, справедливости ради, стоит отметить, что ДВ-2 катает крайне малое количество игроков. И это позволяет на данной машине, в случае, если вдруг вы сможете привыкнуть к ней, если вы сможете понять, как на ней результативно отыгрывать, то на данной машине у вас есть все шансы получать знаки классности, я бы сказал, практически не напряг... практически не напрягаясь. Вы можете реально заходить в бой, делать там по максимуму того, что вы сможете сделать, и получать за это такие знаки классности, которые вы бы в жизни, по всем, в принципе, предписаниям, не получили бы на каких-либо других машинах. Соответственно, если у вас есть боевые задачи, либо вдруг какой-нибудь ивент будет, в котором будут засчитываться знаки классности на машинах четвертого уровня, очень часто бывает такое, что разработчики ставят ограничения, начиная с пятого левела, то тогда вот эта машина, она действительно сможет вам довольно не кисло в этом помогать. Так, я ускоряю перезарядку, просто потому что реально это единственная возможность хоть что-то попытаться сделать, блин. Отыгрывать просто ужасно, пробивают, как бы там от башни, не от башни, что бы ты ни делал, тебя шьют просто, блин, как салфетку прошивают швейной машинкой, вот точно так же и эту машину, блин, просто разбирают в хламину. Ну, смотрим, куда пробивают, блин, да даже никто не выцеливает, просто бьют вот сюда вот в средний бронелист, вот этот вот передний, ну и в принципе особо не заморачиваются с тем, чтобы там прям где-то что-то как-то, рамбуешь ты, не рамбуешь, от башни, не от башни, без толку все, ребят. Но сейчас досмотрим бой и посмотрим, что у нас будет по результатам. Я очень сильно надеюсь, что лага все-таки затащит, тут всего-то пять противников осталось. Вообще, ребят, никогда не сдавайтесь, боритесь до последнего. Порой это залог успеха, иногда бывает такое, что вытягиваешь такие бои, от которых у самого челюсть вниз опускается, ну а соперники начинают плакать и друг на друга бочку катить, кто конкретно из них обгадил всю малину. Итак, друзья, 630 единиц урона. Что касается фарма, смотреть даже не будем там смотреть не на что. Ну и что касается результативности по команде, я занял второе место, ребят. До первого места не так уж легко добраться, но в целом, если вы доберетесь до первого места, то получите свой заслуженный знак классности. Я думаю, что как минимум второй степени, а то и первой. Короче говоря, ребят, вот такой вот он ДВ-2. Честный обзор, насколько смог, настолько показал. Покупать или не покупать, безусловно, решать вам, но мне кажется, что один бак, за не такая уж большая сумма, чтобы не купить себе в коллекцию машину, которая встречается крайне редко. Ну и, возможно, порой будет вам полезно, как я уже говорил, в отношении получения знаков классности. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Я всегда жду вас на своем контенте. Всего хорошего, мира вам, друзья мои, и спокойствия. Пока-пока.